Зимние каникулы у воспитанников Самарской школы-интернат номер 6 продлились на неделю дольше положенного. Причина – две аварии на сетях отопления на чердаке спального корпуса. Первый порыв произошел ночью на 5 января, 2-й – 10-го. Хорошо, что на время каникул ученики разъехались по домам. Коммунальное ЧП устранили в экстренном режиме. Кроме замены труб пришлось просушить спальни на третьем этаже. Также потребовался ремонт отопления в столовой. Сейчас отопление очень хорошее, помещения у нас в основном все просохли. Теперь перешли на пищеблок, сегодня должны закончить, завтра приступим к занятиям. Ремонт не помешал учебному процессу. Задания давали дистанционно. Бабушка четвероклассника Наталья Станоженко делится вместе с внуком, повторяла школьную программу. Мы занимаемся дома. Но, конечно, не все там 5 часов, как в школе, немножко поменьше. Но также делаем русский, математику, окружающий мир, немецким занимаемся. Особых неудобств лично ученики нашего класса, с кем-то я в родительском комитете, мы поддерживаем связи. Практически никто не испытывал, потому что мы обмениваемся заданиями, темами. Сложность действий по устранению аварии обсудили на совещании в городской администрации. В здании школы-интерната десятки лет не было капитального ремонта. Полностью обновить систему отопления планируют этим летом. Проектно-сметную документацию уже составили. Здание с 61-го года, ему 55 лет. Оно, конечно, находится в достаточно таком непростом состоянии. Почему долго дети не выходили на учебу? Во-первых, сырые помещения, их просушивали там, где они живут. А во-вторых, подрядчик выполняет дальнейшие работы, выполнял в течение этих пяти дней. К занятиям воспитанники вернутся 19 января. Пока идет косметический ремонт в нескольких спальнях на третьем этаже, детей разместят в игровых комнатах на первом. Спа дети будут на новых матрасах. Их вместе с постельным бельем закупили еще в конце прошлого года. Марина Кравцова, Артем Сулайманов, События. Я вам потом скажу, позвоните завтра. Продолжение следует...